МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ой! Господи! Простите. Ничего-ничего бывает. Вести себя в жизнь. А давайте я вам помогу. Да нет, нет, я сама. Дома два года не было. Подарки везу. Понимаете? Руки осторожно. Понимаю. Сумочку убираем с прохода. Под сиденьем, пожалуйста. Да-да-да, конечно. Давайте вашу сумку под мое сиденье. А, давайте. Давайте. Слушайте, может, мы с вами наставим, поменяемся, а? Так у вас в светах место в окошке. Ну, в том среде, что в окошке. Вы что, боитесь летать? А можно у них в окошке? О, давайте. Сейчас. Ой! Ой, осторожно. Ага. Давайте. Ой. Ну, давайте наклеиться. Ой. Мария. Павел. Мария. Ой, жара. Витя, ты где ходишь? Суп-то уже остыл. Да вот запах от Жека умоется. Иди уже, садись. Витя, а Жень суп есть не хочет. Так, сын. Нужно завтракать. Да, папа, у нас что, кроме супа ничего, что ли, нету? На. Я б бутерброд съел. Горячий утром полезно, да, Том? Угу. А ты что? Да меня что-то поташнивает. Поскорей бы уже. Ага. А, папа, деньги на обед дашь? Дом пообедаешь. У меня же футбол. Футбол у него. На. Может, соточку дашь? Соточку ему. Я на соточку не ем. Соточку. На. И что, после тренировки, был дома как стык. Понял? Угу. Будешь ты мне помогать коврики вытряхивать? Сегодня? Нет, вчера. Нет, ну, посмотри, как он с отцом-то разговаривает. Ты куда пошел-то? Да у меня уже урок через пять минут начинается. Вот. Вить, ну, оставь-то его в покое. Я как-нибудь коврики сама там вытряхну. Или тете Вале попрошу помочь. Балуешь ты его? А ты нет. Он, между прочим, каждый день допоздна гуляет. С большими пацанами. Того, гляди, он к нам в милиции заявится. С чего бы это? А к Рябцову уже приходили. А он с их Демкой каждый день гуляет. В кого он только такой? Ты вроде спокойный. Да в Маньку. В Маньке, Негина. Сто процентов. Тердакой характер. Ладно, Том, я побегу. Ты же не понел ничего. Не успеваю. Ты, если кто звонит, я с начальником договорился, он меня раньше отпустит. Да рано еще, Вить. Точно? Ну да. Все равно. Все. Ну как ты пойдешь-то? Все, все, все. Я поймешь. Все. Вот так. Он говорит, вынуждена отказать вам в отпуске. Я говорю, что значит отказать? Я уже год в отпуске не была. Он говорит, ну, либо вы остаетесь, либо мы ищем другого человека. Ну, пришлось остаться. Ну, а что мне делать? Я два года, два года семью не видела. Нет, конечно, он мне предлагал некую компенсацию. На то, чтобы у меня отпуска не было. На выходные там к морю. Но я этих итальянцев знаю. Я, конечно, не дура. Я никуда не поехала. Вообще, они сумасшедшие. Смешные. Проходу мне не давали. Чао, Белла. Чао, Белла. Честно говоря, Мария, мне несложно их понять. Вы действительно красавица. Ой, да ладно вам. Один дурак пристал. Я говорю, что ты ко мне пристаешь? Я замужем. Он говорит, да не может быть, чтобы вы были замужем. Я говорю, ну как не может? Достаем им кошелек. А у меня там фотография. Ну, мужа и сына. Я говорю, вот, надо поверить, все. Ой, господи. Как же я соскучилась-то по ним. Все время с собой эту фотку таскаю. Вы только не подумайте, я работала там. Не то, что там что-то. А теперь я домой еду. Мне аж прям сердце от радости выпрыгивает. Так счастливо. Я вас сейчас представляю, как вас будут встречать. С цветами, с музыкой. Это как минимум. А я-то им сколько подарков накупила. Как же здесь, смотри, здесь все красиво упаковано. Так вкусненько. А вы что не едите? Налитую не могу. Ой, джем сливовый. Мой любимый. Повезло вам, а у меня яблочный. А я вообще по жизни везучая. Смотрите, он у меня. Ой! Простите, пожалуйста. Нет, нет, ничего страшного, он стирается. Господи, ну криворукая. Дайте салфеточку, подождите. Девушка. Все в порядке, Мария. Уберите у нас, пожалуйста. Сейчас. Возьмете? Не волнуйтесь. Можно, да? Вы же все равно не едите. Нет, нет. Дайте. Салфеточек дайте нам, пожалуйста. Да угомоните, все в порядке. Господи, как сильно стирается. Все хорошо отстирается, конечно. А вдруг пятно? Не страшно, у меня еще есть. А давайте я вам новую рубашку подарю. Ну вот еще. Не переживайте. Нет, ну серьезно, я мужу, знаете, сколько купила? Нет, правда, дайте мне сумку. Нет, нет. Ну дайте, дайте сумку. Мария, ну прекратите. Ну дайте вы сумку, ну что? Господи, да у меня этих рубашек завалите, а ему вообще все равно некуда их носить. У меня этих рубашек миллион, ну в самом деле, Маш, ну, Маш, да не нужна мне ваша рубашка. Да вот же, ну отличная рубашка, ну что вы капризничаете. Как маленькая. А у меня осадок будет, камень на душе. Маш, ну что мне делать с вашей рубашкой? Может быть мне подойдет? Добрый день, дамы и господа. Командир корабля Сергей Смирнов и экипаж рады переведать. Разбудили? Что, такая рюкань, смотришь. Простите. Простите, родной. Томочка, ну ты как? Здравствуйте, тетя Валь, я ничего, вот тут решила прибраться. А, а то Виктор сказал, что тебе не здоровится, велел зайти, глянуть, как ты. Да, тетя Валь, вы мне не поможете, мне нужно пылвички вытряхнуть. Ага. Ой, Манька приедет, я тебе не позавидую. Ой, характер у нее. Она и Виктор в кулаки держала. Казаностра, и все тут. А почему это ее так все Казаностры называют? Так ведь вроде мафия итальянская называют. А да, вот она, мафия, как раз и есть, только наша. Чуть что не по ней, сразу разборки давай. Да? Да. Ведь слов поперек не скажи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Теть Валь, я вам тут чай принесла до печенья. Ага. Угощайтесь. Вить, Жень! Витя! Жек! Мать приехала! Есть кто дома-то? Мужики! Мужики! Теть Валь, ты, что ли? Здорова! Здорова, Мань. А ты кто? Здрасьте. А Витька где? А ради он знал, что ты приедешь. А что, я его предупреждать должна? Я же домой еду, не в гости. Хотела сюрприз ему сделать. Да уж. Неизвестно-то, кто кому сюрприз сделал. А что здесь происходит? Что-то я не пойму. Вит! Витя! Да! Витя! Понял. Что такое? Сиди! Бей! Да! Кто вы, твой жатель? Чего рожает, да? Стоп! Да не рожает она! Казаносца твоя приехала. Чего? Казаносца твоя приехала. Давай, давай, давай! Беги, беги, беги! Бей! Да! Чего такое? Ага! Студент, ворота! Ну что, давно это у вас? Сама видишь. Кабель недорезанный. А ты тоже молодец! При женатого мужика слегла. Ой! Тихо! Я сама. Ну и что? Ты этими, по-моему, мужиков моих собралась кормить. А Вите нравится. Разонравится! А ты чего стоишь-то? Ну-ка быстро! Мухой шмотки свои собирать! Чтоб через пять минут тебя здесь не было! Не надо злить меня своим пузом! Я за тебя не отвечаю, ты меня поняла? Дрянь! А пусть это Витя решает, кому уходить! Потому что это его дом! Мухой шмоткиdin. Тихо! А. Витя. Мухой шмотки. Мухой шмотки. Та-дам! ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТВ- solutions Мань, ну ты б хотя бы предупредила, что хочешь вернуться. Ну я б тогда, наверное.. СКОТИНА! Ненавижу! Убить тебя мало! Кастрировать тебя надо, чтоб другим неповадно было. Пошел, пошел вперед. Вперед пошел, умница. С ним, с ним до конца. Не выключайся из эпизода. Еродский пошел. Умница. Ну, пас отдай. Налево, пас. Пас, я говорю. От красавица забил, сырки. Стоп, игра. Все ко мне. Еродский, сколько раз тебе говоришь, что ты не один играешь, а в команде? Нужно пас отдать. Я тебе говорил, подними гол, увидел свободную, отдал пас. А ты прешь на двоих. Марадонной своего замнил. Ну, Валерий Георгиевич, ну, гол же был. Был, потому что повезло. Все, меняемся воротами. Чего тебе молчу? Ясно. Спасибо. Еродский! Все, закончился твой матч на сегодня. Валерий Георгиевич, ну, гол же был. Чего мне не забивать теперь, что ли? Домой иди, сынок. Мама твоя приехала, Еродский. Мама? Мама. Мама Мия. Вот конца за тобой прислали. Играем. Я коммуны жить не собираюсь. Не для того я итальянцев задницы потирала, чтобы свой собственный дом непонятно с кем делить. Ясно? Нам некуда идти. Ты что, хочешь нас на улицу выгнать? А тебя никто не гонит. Пусть эта твоя убирается, куда хочет. А Томе тоже некуда идти. Ты ее вообще видела, а? А что мне на нее смотреть-то? Да плевать я хотела, куда она пойдет. Раньше надо было думать, когда она живот свой нагуливала от тебя. Значит так, это вообще-то мой дом тоже. И Тома будет жить здесь. Разбежался, чтобы я в своем доме любовницу твою терпела, да не дождешься. Да, Тома не любовница. Да что ты, а кто же? Жена. Я тебе жена, Витя. И развода я тебе не дам, не дождешься. А на нее пусть люди пальцами показывают, на нее ее на живот нагуленный. Значит так, знаешь что? Что? Ну что? Ну что, что? Что? Шлялась там по своему Италию, а потом вернулась и заявляет. Я шлялась? Да. Да я впахивала на вас, как проклятая. Да в этом доме все, на мои деньги куплено. Ты хотя бы раз спросил меня, как дешево они мне достаются, скотина. Я тебе и говорил, возвращаюсь. Ну, смотри, вернулась. Что? Выразился, как дура. Ну что ты от меня хочешь? Ну чего ты от меня хочешь? Да у меня новая семья. Если хочешь, убирайся в свою Италию. Никто тебя здесь не ждет. Это твоя новая семья? Да. А ты башкой своей о Женьке подумал? А ты подумала о Женьке? Ты вообще подумала, как мы здесь управляемся, а? Подумала? Да я только о вас с Женькой думала. Я же для вас эти деньги зарабатывала. Любимому мужу машину хотела купить. Сволочь. Ненавижу. Мань, ну ты же не предупредила, что ты хочешь вернуться? Ты что, дурак что ли? А если бы я предупредила, что бы ты сделал? Шкаф бы ее спрятал с ее-то животом. Мань, ну... Витенька, я, наверное, пойду. Значит, слушайте меня оба. Собирайте свои манатки и валите отсюда. Понятно? Что? Что? Что такое? Что? Прости меня. Смотреть противно. Может, скорую? Водички попить. На, на, на. Что? Витя, я пойду куда-нибудь. Ну, ну, куда ты пойдешь, Томочка? Ну, куда? Куда ты? Не знаю. Куда-нибудь. Пойдем в комнату, что-то. Пойдем. 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 Ляжем в комнату. Пойдем. 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 А ты чего домой не идешь? Ты мамку-то видел? Ругавица. Баба, Валь, а вот если я из дома убегу, они меня искать будут? А зачем же ты убежишь-то? Тебе что-то плохо, что ли? Мамка, наконец, приехала. Подарков-нибудь навезла. А, только где мы с ней жить теперь будем? Паба, Валь, а вот чего маму вся казанострая называют? Папа говорит, что у нее характер такой тяжелый. Но она хорошая. А вот Томку я ее ненавижу. Это за что же-то? Она же за тобой ухаживала, как за родным. Она тебе мамку заменила. Да не нужна мне другая мама. У меня своя мама есть. Мама! Жека! Мамочка! Мамочка! Хорошая! Какой же ты стал! Я бы тебя не узнала, честное слово, если бы вот так вот на улице увидела бы меня хорошего. Мамочка! Ты от меня больше никогда не уйдешь? Ты больше никогда от меня не уйдешь? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Ты знаешь, сколько я тебе подарков привезла? Вот такую сумку, Жек! Мам, ну, пообещай мне, что больше никогда меня не бросишь. А я тебя не бросала. Ты что? Я же ненадолго уезжала. А теперь я больше никогда в жизни не уеду. Ну, я клянусь им, вы хорошие. Мальчик, ой. Вить, ну и куда мне теперь деваться с животом? Ты же обещала, что она не приедет. Ты говорила, что мы поженимся. Томочка, все, не истерии, не истерии. Манька тебя из дома не выкинет. Это мой дом, он мне доставился по наследству от родителей. Все. Ну, со свадьбой, ну, придется подождать. Мы жили бы, что там, в паспорте. Вить, ты меня любишь? Ну, конечно. А маленьких? Конечно, Томочка. А как мы теперь дальше жить будем? Женька-то меня и раньше не любил, а теперь просто возненавидит. Все уладится. Я не хочу с ней в одном доме жить, я ее боюсь. Ну, все, ну, все, ну, не хнычь. Если она здесь останется, то это я куда-нибудь уйду. Или я под пояс брошусь, вот увидишь. Ну, я что-нибудь придумаю, я что-нибудь придумаю. Витя! Витя, ты куда? Ну, как? На работу, я же обещал. Как на работу? Как ты меня здесь оставишь? Витя, я ее боюсь. Ну, Том, ну, не могу сейчас здесь целый день сидеть и окараулить? Ну, вы с Манькой сами разбирайтесь, ладно? Да как я с ней буду разбираться? Скажи, чтобы она уходила. Это же твой дом. Ну, да, это мой дом. Ну, куда они с Женькой-то пойдут, а? А если она маленькому что-нибудь сделает? У нее глаза иногда бешеные. Слушай, я пошел, ладно? Ну, давай вечером поговорим. Все, вечером. Вечером, вечером, все. Ну, как? Угадала, да? Сидит, как в литое. Ох, красавчик! Ну что, признавайся, девочки бегают за тобой уже, а? Ну, бегают! Ну, ладно, я же пойду. Да иди, конечно. Только не изгвадывай все, пожалуйста, первый день, ладно? Ну, я же не маленький. Беги. Мальчик мой. Боже мой. Да не уеду я больше никуда, не уеду. Слушай, а я сейчас к Баблюсе пойду. Может, ты со мной? Да не, я лучше с ребятами. Ну, беги. Подожди. Баблюсе. Вечером. Вечером. я тебе его не отдам кого витьку или дом я перед тобой ни в чем не виновата да ты что мы когда встретились вообще как холостяк жил у него даже целой пары носков не было может мне те в ножки поклониться за то что опеку над ними взяла чтобы по всем фронтам господи чёрте нашел девушка а вот эти очки почем 150 скороходы отец надо брать когда увидимся спрашиваю прекратим посмотрите это крестьян диор импортный очень хорошая качество нет но есть и подешевле за 25 эти резиночка тянется безразмерные это манька что ли приехала девушка а вот такие только серые есть есть черные улики скидываешь коза ностро господи валерка ты что ли привет привет а ты как здесь я здесь живу погоди ты же москве был ну ты вроде тоже в италии было ну я то на время уезжала а ты вроде навсегда ну видишь получился тоже что на время да ну и в москву эту не город а мясорубка все кровь высосала и плюнула ты как это уже в курсе да ничего жить буду что будешь делать да вот теперь уже не знаю мне как будто пыльным мешком по башке стукнули это ехала дура думала меня тут ждут не дождутся подарок вон купила ведь этому козлу машину хотел на день рождения купить но не дура а машину ты чем там в италии занималась во перепела чем занималась за теткой пожилой ухаживала ночью платила она хорошо потом померла даже наследство оставила прикинь большое кому как для меня большое 10 тысяч евро везет тема конечно везет как приехала домой смотрел что у меня там творится так сразу и подумал не везет ли тебе маня не красиво с виктором получилось некрасиво ну да сволочем последний ты понял я два года на них женька и шачила лишь копейки лишние на себя не потратила я толком домой не звонила все экономила а за счет я себе на день рождения тачку вы ездите как королева в следующем году махнем на море жек как белые люди вот это по нашему а водить ты умеешь на курс пойду а хочешь я тебя научу а ты умеешь обижаешь подруга не показину серьезно нато ну давай начну учусь буду ездить а ведь как придур пускай сел локтику сайт ну ладно мэй пойду я меня дети на стадионе иди держи подарок милан спасибо ну увидимся мань давно вернулась сегодня чуть такие хорошие вещи помойку кидаешь а да и чёрт бы с ними слушай отдай их мне а я их продам да ну ты чё знаешь уже слушай ты хоть намекнула начите трудно позвонить было тоже мне подруга мы да я хотела а все заладили не лезь не лезь они помирятся поссорятся а ты виноваты останешься обиделась ты что она что обижаться то муж любовница беременная подруга лучше молчит как сволочь последняя не на что обижаться не парься мань а ты за это сколько хочешь нисколько да а ты еще это разбогатела что ли смотри он учил помойку кидаешь бриллиантики себе на шее подкупила это подарок сеньора перед смертью подарила понятно ничего себе сеньорин то у вас там может и мне туда поехать то ну ну че мань а я вещи продам позвоню за деньгами придешь посмотрим мань ну что прости меня уйда иди ты а я всегда говорила что ведь как озел так ты ж люблю люблю долюбилась почему мне не позвонила а зачем все равно все ясно стало только после того как она к нему перебралась с пузом чего-то сделала я бы раньше приехала мам ага чтобы из-за этого козла столько денежищ потерять я ж думала ты там себе тоже кого-то приглядела чего слушай а ты вообще чего сюда вернулась а он еще с ума сошла ты думал я женьку своего брошу спасибо тебе что спасибо 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 свалилась как снег на голову и виноватых теперь ищешь у меня жить негде ты знаешь мы здание с наташкой еле-еле в этой чертовой двушке расходимся ну че мне теперь делать я знаю сама думай ты со мной не советовалась когда-то возвращаться сюда надумала манька это мне халатик а или маме можно не ты надолго приехал это когда обратно навсегда осточертела мне это италия чё с ума сошла что то что то делать то будешь на рынке торговать а чё сразу на рынке а куда тогда права получу тачку себе куплю придумаю что-нибудь вот эту вот хрень что ли свою продаж подарок манька скажи день кто много привезла ну колись я тоже очень рада вас видеть иди к маме иди-ка сюда мань чего ты нам денег дай ты же знаешь наташка не работает этот ее козел по полгода алименты задерживает а на мою пенсию ты сама понимаешь и я бы на твоем месте из дома не ногой зря ты что ли на него столько лет горбатилась до свидания ну-ка вставай давай что оглохла что ли вставай давай я говорю Жень помоги давай на меня оба на так и диван мой телевизор тоже кстати на мои деньги куплю проползай туда в комнату осторожно порожек мам а какая это это красивая а чё там видела ничего не видела два года в милане прожила все мечтала в музей сходить 20 евро на билет пожалела мам а давай ты подождешь пока я вырасту я заработаю денег и мы с тобой вместе в италию поедем я тебе там все музей покажу хочешь хочу мам а если папка нас не выгонит трепаться давай двигай садись я тебе пиццу разогрею а ты я потом да Жек ты яичницу будешь или омлет я лучше бутербург ем привет сынок чай будешь давай суп хочешь может тебе стакан молока налить да не не хочу ты сегодня надолго осторожен кипяток как у меня шутбол в школе то а SAP я обещал кто хизайте у него новая игра в общем бомба а купишь меня такую посмотрим Caa services вообще с тобой отец разговаривать чувак угловшись совсем не трогай вон ты не лезь я ему отец он должен мне отвечать ты мне больше не отец что вы mouse ты ято псих Тихо Пока вы живете в моем доме, рта не смеете раздевать на меня. Я вас научу, как отца уважать. Бабу свою поучи. Тебе с собой положить? Да не, не надо. Я вообще с кем разговариваю-то вообще? Витенька. Витенька, да ты не Витька. Она меня при родном сыне психом обозвала. Вообще, а ты-то кто? Ты кто? Шлялась там в Италиях неизвестно с кем. Тоже мне. Только телефон не забудь. Да. Я Витя, если и шлялась, то с Пузом к тебе не приехала. Это ты мне сюрприз сделал. У тебя еще хватает совести в глаза мне смотреть. А в этом доме даже стул под задницей шалавы твоей на мои деньги куплен. И кровать ваша двуспальная. И белье. А я пока судно с запарализованной теткой выносила, вы на этом белье кувыркались. Так что ты сына моего не трогай. Тебе скоро будет кого воспитывать. Женя и мой сын. Бел! А на черта ему такой отец, который вместо башки одним местом думает. Ты к нам с Женькой не лезь. Ну что ты сидишь-то? Иди давай успокаивай свою истеричку. И передай ей. Если она еще раз на моей кухне появится, когда я здесь, я ей ее же помою и на бушку вылью. Ты меня знаешь. Если я узнаю, ты ее хоть пальцем тронешь, я тебе... Ну что ты? Ну что ты? Что? Ну что? Напугал? Пугайщик хренов. Ой, Мань, здорова! Здрасте, теть Валь, вам чего? Я знаешь что, спросить хотела. Ты сегодня за хлебом пойдешь? А что? Ну, купил бы мне буханочку. А то, знаешь, черствые зубы не грызут, а за мягким ноги не идут. Теть Валь! А? А я тут пиццу приготовила, хотите? А не объем. Да ну что вы, я сама вам предлагаю. Я сейчас принесу. Ага. Ну что, Мань, все воюете? А вам-то какое дело? Да я просто так спросила. А что тут сразу скипел? А зачем вам знать? Да вообще, теть Валь, что это вы манеру взяли? Прорубили себе дыру в заборе и шастать туда-сюда, туда-сюда, когда вам удобно. Как у себя дома, ей-богу. Хоть бы раз на приличии, постучали бы. Теть Валь, А вот пицца. Ага, ой, спасибо. Да, на здоровье. Ой, спасибо. Ой, какая ты злая стала, Мань. А вы бы на моем месте добренькой были бы. А ты сама виновата, что Виктор твой загулял. Сколько можно по этим заграницам шастать? Мужик, он как кобель. Его на цепи держать надо. Ой, ладно. Не трогайте меня. Получаю свою пиццу и давайте, идите. А если вам добренькая нужна, так это не ко мне. Это вот у нас Томка по этим делам. М-м-м. Меня оставьте ради бога. Сил моих больше нет, так жить. Ну, как там башня? Какая башня? Какая? Пизанская. Ну, такая же, как наша. Только кривая. Тебе вообще Италия-то понравилась? Ах, понравилась. А что там не понравится? Красиво, тепло. Только я почти не видела ничего. У меня после работы времени только на сон и было. Ничего, еще вся жизнь впереди. Поехали. Поедем, красотка, кататься. Итак, начнем первый урок. Первое правило вождения – это золотой треугольник. Золотой треугольник – что это? Это зеркала. Зеркало заднего вида и два боковых. О них нужно помнить всегда. Правда, одного зеркала у меня нет. Так что треугольник у меня не золотой, а скорее серебряный. Угу. Сам придумал. Нет, кино видел. Я же правила только футбольные знаю. Видишь, как фишки расставил. Как на футбольном поле? Так мы вроде есть на футбольном поле. Ладно, поехали. Тише едешь – дальше будешь. Второе правило вождения. Это поговорка. Заводи. Что? Что не так? А вот это второе правило вождения. Прежде чем заводить, поставь коробку передач в нейтральное положение. Вот теперь заводи. Ну, смелей. О, привет, Светлана. Как дела? Нормально. Права скоро получаю. Ты чего хотела-то? Да ничего не хотела. Просто соскучилась. Хотела потрындеть с тобой. Я, знаешь, с одним чуваком новым познакомилась. Игорь, да, вот такой классный вообще. А Андрей где? Господи, нет больше, Андрей. Это как мама. Бросил он меня. Ну, что, пусть катится. У него жена и двое детей. А ты типа этого не знала. Слушай, он обещал развестись, урод. А Игорь, он не такой. Вот если ты с ней познакомишься, ты вообще сразу все поймешь. Мне надо мать уговорить, чтобы она пустила его в нашу квартиру. А это тут при чем? А что тут у меня хочет отдать? Ну, что, говорю, соскучилась. Что ты врешь? Здравствуйте. Что будете заказывать? Мне такой же коктейль. А я двойной черный кофе, без сахара крепкий. Ладно, в общем, раз ты такая умная, слушай. Игорь, ну, в общем, дело свое хочет открыть. Ну, а я тут при чем? Ну, сейчас объясню. Он хочет заниматься концтоварами. А смысл? Сейчас концтоваров дохрена и больше. Неважно. Может, еще не концтоварами он не решил. Но ему нужен первоначальный капитал. Ну, или как это там называется, а мама сказала, что... Нет. Слушай, не парься, там все нормально. Он меня в долю берет. У меня нет лишних денег. Я машину покупаю. Слушай, Мань, какая машина? Машина – это железка. Понимаешь, разобьешься, убьешься. На тебя ни бабла, ни машина. Я сказала нет. А я что ему скажу? А мне-то какая разница? Слушай, Мань, там все нормально. Вот он жениться обещал. Все классно будет. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, пожалуйста, Манечка, пожалуйста. Пожалуйста, сестричка, пожалуйста. Видите, ты знаешь, куда сестричка? И матери передай, что денег вы от меня больше не увидите. Понятно? А Даньку Малову тоже бросишь? А мышь и расти, между прочим, надо. Его кормить надо. И это, рассчитайся, пожалуйста, ты собралась. И знаешь, Манька, вот правда, у тебя люди говорят, что ты злая стала. Вообще никого, кроме себя, не видишь. Ничего-ничего, как аукнется, так и откликнется. Знаешь ли? Ну, что, ничего, коктейль принесут, нет? Это куда в обуви-то? Ты чё, ослепла, что ли? Я полы помыла. Я с тобой разговариваю. Слышь, ты! Ты чё, плохо, что ли? Чёрт! На, воды попей. Спасибо. Ты чё, отпустила? Ага. Тебе когда вообще рожать? Да дней через десять. Ну, хочешь, я Витьке позвоню? Да нет, не надо, так бывает. Я сейчас полежу немножко. Ну, кричи, если что, я скорую вызову. Чего-нибудь тут родственную принимать? Ну, чё, полегчало? Да не знаю. Я ухожу, может, всё-таки врача вызвать? Ты на меня злёшься, да? Нет, радуюсь. А ты бы на моём месте что чувствовала бы? Мне было бы очень плохо. А мне, по-твоему, значит, должно быть хорошо. Мне кажется, началось. Чего? Да рожаю я. А главное, как вовремя. Ой, ой. Алло, скорая. Пушкина, девять. У нас тут рожают. Какая фамилия? А, эй, фамилия твоя как? Чернышёва. Как? Чернышёва. Господи, мы чё там с ума, что ли, все подсходили? На черта вам её фамилия? Она вот-вот родит. Давайте, Пушкина, девять. Почему именно сейчас, а? Когда я дома? Ну, ладно, не ной. Едет уже скорая. Ты не уйдёшь? Куда же я теперь денусь от тебя? Ой. Ой, ты господи. Ой. Ну как, на улице скоро поедем? Ну, насчёт улицы не знаю, но сегодня явно получше. Всего без двух прошла. Но, понимаешь, это всё-таки не Бовлина, где хорошо одним махом все кегли сразу сбить. Здесь наоборот нужно. Знаешь что, мы только начали. Да блин, я всё время забываю, где тут газ, а где тут тормоз. Да, ещё поворачивать забываешь. Ну ладно. Да ты же их давишь, как муравьёв просто. Ой, Маша, смотрю на тебя и удивляюсь. Как же ты машину по улице водить будешь, если ты ничего вокруг не видишь? Ой, ладно тебе. Ладно, не ворчи. Вся чё раз лучше будет. Маша, может мы... Манька! Это что, Динка? Мань, привет! Ладно, давай, до завтра. Пока. Манечка, родная, привет! 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 Я думаю, кто тут так лихо водит? А это Манька собственной персоны. Ты давно из Италии? Да около недели. А ты-то как здесь? А, я Малова к бабушке завезла. А это Валера с тобой? Ну да. Я думала, в Москве. Вернулся. Чё-то у неё там не срослось. Вот, хочет меня водить. Может, посидим, дети, поговорим? Есть время, пойдём в Жемчужину. Там кофе всегда хороший был. Пойдём? Пойдём. Пойдём, Мань. Ну и что, подруга, надолго приехала? Навсегда. Сразу с места в карьер? Машину, что ли, купила? Да нет, собираюсь пока. Понятно. Ну как дела, Мань? Рассказывай. А ты, типа, того не знаешь ничего. Мне же ничего не слышала. Об этом же весь город трепется. Так а что я должна была слышать? Ну, например, что у моего Витьки новая жена, которая неделю назад ребёнка ему родила. Твоего Витьки? Угу. А вы что, разошлись? Нет. Мы даже не разъехались. Не понимаю, Мань, а как это? Очень просто. Живём все вместе в его доме. Большой, дружной шведской семьёй. И как Витька тебе это объяснил? Ну, никак. Я вообще-то объяснений у него и не спрашиваю. Какая мне разница? Теперь же ничего не изменишь. Так вот каждый раз, когда я его рожу наглую вижу, хочется вмазать. Не ли сдерживайся, честь слова. Слушай, Мань, а хочешь, я тебя к нам на работу устрою, а? Куда? К нам в кондитерский цех очень женщины нужны. Платят. Знаешь, как хорошо? Здесь ты таких денег никогда не заработаешь. М? А чё? А может, правда? А чё? Не, серьёзно, я за. Тем более, у меня машина скоро будет. Здесь же сколько? Полчаса хода. Да? Так. Давай-давай, я поговорю. Только обязательно нужна санитарная книжка. Сейчас с этим строго. Да это не проблема, я сделаю. Помотаешься немножко, а потом, если всё будет нормально, и совсем переедешь. И Женьку перевезёшь. Ну, сколько можно держаться за этот городишко? Динка, ау, для меня это выход. Ну, здорово. Спасибо тебе. Да нет за что. Редора? Здрасте, можно? А вы просите? Еродская, Мария, мне сказали к вам зайти. Присаживайтесь. У меня не болит ничего. Я медицинскую книжку делаю для работы. Так. Ну? Что-то не так? Понимаете, Мария, вам просто придётся пройти повторное обследование, ещё раз сдать кровь на анализ. Я вот выписываю направление, мои девчонки в лаборатории и знают, что делать. А зачем? Ну, вдруг я ошибся. В чём? Рано. Про это пока говорите. Может быть, действительно, это просто ошибка. В любом случае, я жду вас завтра с утра, здесь же. И анализы как раз будут готовы. что-то серьёзное? Что-то серьёзное? Вы можете мне сказать, я должна знать. Понимаете, Мария, есть подозрения на злокачественную опухоль. Возможно, вам потребуется операция. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо! Вить! Здорово, сынок! Привет. Не все, твой завтрак, что ли? А, Мадья? У меня голова болит. Может, тортик будешь? Я вчера истекла. Вкусный, да, Вить? Да. Ты ему супчик налей. А суп? Суп перловый. Хочешь? Да не нужен мне ваш суп. Отстаньте вы от меня. Тихо, тихо, тихо. Ты куда? Школа. А ты завтракал? Да. Ну и как это понимать? Две недели пацан без завтрака. Если тебе сложно готовить, он Томку попросил. У него всегда время есть. Ну что, Вить? Ну, видишь, что происходит? Надо забросить ему вообще заниматься. Он настраивает против отца. А самой пофиг тебе. Ну, вообще-то мне не сложно на двоих завтрак готовить. Заткнись. Что? Оба заткнитесь. Ненавижу. Руки хорошо помыла? Хорошо. Тогда вот те яблоки, надевай фартук, садись, работай. Мам, я вообще-то поговорить с тобой пришла? Ну и говори, кто тебе мешает. Заодно и матери поможешь. Я, между прочим, не девочка уже. Мне тяжело. А ты тоже дочка хорошая. Знаешь ведь, как мне тяжело? Пришла бы иногда помочь, убрать там или постирать. У тебя Наташка есть. Ага. От нее помощи дождешься. Как же? Она только умеет, чтобы в козлов влюбляться, до аборта делать. Мам, скажи, если со мной что-нибудь случится, ты ведь Женьку не оставишь. А что с тобой может случиться? Ты молодая, здоровая, это я того и гляди на тот свет отправлюсь. Слушай, спать совсем перестала. Только заснул, отец ваш покойный, прям как живой, перед глазами стоит и меня за собой зовет. Просто пообещай мне, что ты его не бросишь. Все. Слушай, мне еще только Женьки не хватало. Ты Наташка не сегодня-завтра нового мужа приведет. Вообще, что ты выдумала умирать? Она собралась. Расстроить меня хочешь, чтобы я и эту ночь еще не спала? Мам, да не расстроить. Да горит. Пироги горят. Белые совсем, мам. Закрой! Кто тебя так учил? В кого ты только такая бестолковая? Я же тебе говорила, тесто сядет. Но я же быстро. Ему хватит. Послушай меня, пожалуйста. Нет, это ты меня. Послушай. Ты посмотри на эту квартиру. Здесь давно пора делать ремонт. Господи. Ты посмотри на эти обои. Ты посмотри на эту плитку. Наташка говорит, что ей просто стыдно приглашать сюда приличных людей. Вот пусть она сама ремонт и делает. А какие деньги она будет сама делать? Ты прекрасно знаешь, что она не работает. На мою пенсию, что ли? Если б ты нам дала. Это не моя квартира, мама. Между прочим, ты здесь выросла. Ладно, я пойду. Ты дашь денег на ремонт? Вот умру я тогда, поплачешь. Вспомнишь тогда свою мать. Ой, ну прекрати этот концерт. Ну, хоть половину денег дай. Мы друзья с детства. Да я знаю твое детство. И знаю твоих друзей. Мы тоже с тобой друзья. Улыбается он. Ну, это совсем другое. А, ну, конечно. Как же мне понять. Другое. Детский сад какой-нибудь. Ой, да ладно, слушай. Детский сад. Он совсем озверело. Даже не здоровается. Маня. Маня. Беги еще, побеги. Мань, Козаноска. Ты чего вчера не пришла? Я ждал тебя, как дурак. Слушай, Валера, я не буду больше заниматься этой в России. Не до того сейчас. Что значит не буду? Ну-ка отставить разговорчики. А это русский язык, понимаешь? Отвали. Ну-ка, пойдем поговорим. Пойдем. Пойдем, пойдем. Да. Жизнь круглая. Как мячик. Как... Как пнет судьба. Повезет так в девятку, а нет так. Можешь вообще лопнуть. Когда в Москву-то? Я не поеду. Не буду я делать эту операцию. В смысле? Деньги нужны? Сколько? Да при чем тут деньги? Не поможет. Что значит не поможет? Это рак. Только зря я деньги на операцию потрачу, и все. Пожалуйста, сколько смогу. Сколько смогу. Сколько смогу. Знаешь, Мань. Я мог бы сейчас там, в этом Милане, в футбол играть. А я сейчас здесь. Потому что не рискнул под скальпель лечь. Поможет, не поможет, неизвестно. А так буду играть, сколько смогу. А сколько смогу, закончилось через месяц. Только у меня игра, Мань. А у тебя жизнь. Ты должна рискнуть. Ты же боец по жизни. Женьку страшно одного оставлять. Извините, мысли брось. Ты должна знать, что все будет хорошо. Женька, у тебя талант. Я, может, еще мировую знаменитость воспитаю. Ой, лучше бы у него талант был к математике. Или к языкам. Дурый ты, Мань. У него дар, он футболист от Бога. Таких в мире единицы. Господи. Так вот, что ты все время пьешь. Даже когда водить меня учил. Ой, Валера. Спасибо тебе. Извини, я только молоко быстро согрею. А ты себя хорошо чувствуешь? У тебя ничего не болит? А тебе бы хотелось. Я хотела по-хорошему. А по-хорошему у нас с тобой не получится. Ты мне по-хорошему жизнь сломала. Мне надо сейчас соседа в родитель курчать, ладно? Я тебе зла не желаю. Привет, мам. Скорый обед. О, здорово. Ты лучше посмотри, что я тебе купила. И что это? Ну, помнишь, ты мне хотел Италию показать? О, книга про все музеи Италии. Почитаем, выберем, что нам с тобой интересно. Круто. И отметим на карте. Карта Рима. Маршрут выберем. Да ладно. Ты что, серьезно? Ну да, так все делают. Круто. Слушай, сколько здесь музея. Тысячи. Ну, давай обедать. После обеда посмотрим все. Я тебе борщ твой любимый приготовила. Так. И курочку с яблоками. А ты чего уселся-то? Ну, давай руки мыть. Ну, давай. Ты чего не спишь, да? Тебя жду. Я тоже очень соскучился. Витя, я хочу с тобой поговорить. Витя, ну подожди. О чем? А Маньке, мне кажется, с ней что-то не так. Витя. Да с ней всегда все не так. Мне кажется, она заболела. У нее черные говы, курги под глазами. Она осунулась, похудела. Да она здоровее всех нас. Ну, блядя, ну подожди. Ну, а если я заболела, что тебе тоже? Ну, все равно. Ну, ничего. Витя, ну чего ты? Я хотела с тобой поговорить. Ты куда, Витя? Да покурись, я прошу. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 хорошая. Даня, не уезжай далеко, а? Дань, слышишь меня? Стой! Дань, блин, сейчас получишь! Даня! Даня! Дань, ты сейчас по жопе получишь, стой, я сказала. Так, 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 тихо, 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 тихо. Ну, погоди. Ну, что тебе? Кроме денег со мной вообще не о чем поговорить. Не о чем? Это плохо? Ты ведь теперь мораль читать будешь, да? Ладно, мораль я тебе читать не буду. Я просто скажу, ты устройся на работу. Если я не смогу вам помогать, на что вы с матерью жить будете? Слушай, отстань от меня, а. Меня и так уже из-за тебя Игорь бросил, поняла? Наташа, я понимаю, что это я тебя избаловала. Ну, прости меня, пожалуйста. Слушай, не курчай себя Святошу, а не Пасха. Пошли. И не ряби! Чего ты плачешь? Маша, можно? Ну? Правда, что у тебя сегодня день рождения? Я могу торт успеть, у меня даже свечи есть. Ты как узнала? Да Вить как-то обмолвилась, я запомнила. Ты же дурой прикидываешься. Ты как узнала, что у меня рак? А у тебя рак? Давно? А я думаю, что ты сама не своя ходишь. А как же ты медная? Ну, если ты не знала, что ж такое добренькое-то вдруг стало, а, Том? А что говорят, какая стадия? Да ты не расстраивайся, Томочка. Ну, что ты так? Ну, да не реви. Это мне реветь надо. А у тебя же все хорошо. Тебе же все достанется теперь. И Витька, и дом мой. Это я должна расстраиваться, что у меня вся жизнь под откос пошла. Я же два года угробила на этот чертов дом, а ты теперь в нем жить будешь. Ну, смотри, как хорошо получается, да? Ну, ты рада? Рада! Маша. Давай, Витя, позвони. Только попробуй ему сказать. И Женьке тоже. Я здесь хожу, улыбаюсь, и ты будешь ходить и улыбаться. А если я узнаю, что ты проболталась, я тебя собственными руками, я тебе клянусь, я тебе... Мой, простите, не потеряй. Томик, не трогай меня. Дура была. Чего ты меня хоронишь раньше времени? Иди давай. Маша. Маша. Мама где? Она прилегла отдохнуть. Опять голова? Женька, подожди, ты не ходи туда, а то разбудишь. Хочешь, можешь мне помочь? А что ты делаешь? Сюрприз. Какой сюрприз? Ну, твоей мамы же сегодня день рождения, я хочу сделать праздничный ужин. Я знаю, я ей тоже подарок приготовил. Да ты что, какой покажешь? Ну, это секрет, это... Только мама знает и я. Постой, может, все-таки мне поможешь? А что нужно делать? Да ничего сложного, дверь закрой. Садись. Почистишь, справишься? Угу. Как у тебя здорово получается. Ты секреты хранить умеешь? Да. Точно? Сказал же, умею. Послушай, у твоей мамы сейчас непростой период. Она болеет, мы должны ей помочь. А как? Ну, постараться ее не расстраивать, не тревожить. Это не так уж и сложно, правда? Но она не умрет? Да нет, ну что ты? Нет, конечно, ты только не говори ей, что знаешь про ее секрет, а то она на меня рассердится. Но она точно-точно не умрет, ты обещаешь? Да, конечно, ну что ты. Она же тебя так любит. Как же она тебя оставит? Хочешь клубнику? Да не, не хочу. Точно? А ты давно пришел? Слушай, мам, сюда нельзя, здесь сюрприз для тебя. А ты поел? Да. Слушай, Том, а давай я покачаю? Ну давай, только осторожно. А вот смотри, египетский музей. Знаешь, что в нем есть? Что? Там, короче, такие гробницы, а у них мумии, прикинь. Ну что, сходим, посмотрим? Не боишься? Чего? Ну, вдруг они воскреснут, как в кино. Да не воскреснут они. Ну, если ты боишься? Я не боюсь. Отмечай. Точно отмечай, тетика? Отмечай, отмечай. Мань, можно? А что спрашиваешь, если уже вошел? Давай. Маш, мы тебя поздравляем. С днем рождения. Мань, с днем рождения. Закадывай желание. Помогай, Жень. Ух ты! Ну все, обязательно сбудется. А местка-то тонкая. Пойдемте чай пить. Пойдемте. 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 Тихо, тихо, тихо. Тише, тише, тише. Тома! А? Тома, звони в скорую. Мам, что ты с ней сделала? Тома, она задыхается. Звони в скорую. Что случилось? Быстренько за скорой. Быстро, быстро. Звони. Дай, дай, дай. Расценик. Только без истерик. Сейчас вызовем врача. Все будет нормально. Жень, ты позвонил? Что такое? Женя! Машина синяя. Ой. Алло, Пушкина 9. Давайте быстрее. Срочно у нас ребенок задыхать. Еду. Мам, а Светка теперь точно не умрет? Ну, теперь уже точно. А если бы ты ее не спасла, она бы умерла? А чью это я бы ее не спасла? Ну, а если бы нет? Жень, ты что? То есть ты считаешь, если твой папа меня обидел, я ему мстить должна, что ли? То, что между нами с ним произошло, это касается только нас. А дети здесь ни при чем, ясно? Ну, а вдруг папа вернется? И все будет как раньше. Как раньше? Уже не будет, Жек. Ну, нам же с тобой вдвоем хорошо, разве нет? Ну, правильно. У них теперь своя семья, у нас своя. Ну, а что? Папа же все равно тебя любит. Мы со Светкой брат и сестра. Он всегда будет вас одинаково любить. Посмотрим. Может, мороженое? А может, пиццу сразу? А, а не жирно? Да, нормально. Ну, давай пиццу. А что, приготовим или замороженое будем покупать? Давай приготовим, у тебя вкуснее. Борщ будешь? А Тонка сказал, что ничего приготовить не успела. Мой будешь? Буду. Хлеб сам возьмешь, не барин. Маня. Что? Спасибо тебе. Раньше ты меня за борщ не благодарил. Это не за борщ. За Светку. Если бы не ты, то... Ладно, ты еще расплачься. Что, у вас семейная, что ли? Как они? Ничего. Вот через пару дней должны выписать. Пойдешь к ним завтра? А надо? Ладно. На уши кидаете. Я куриный бульон сварю. И сырники сделаю. Отнесешь. Хорошо. Котлеты на сковородке. Уберешь все за собой. Извините. Ухаживать за вами. Некому. Ты что, не спишь-то? Поздно уже. Завтра вставать рано. Да и не спишь. Мань, ты злишься? Нет. А смысл? Я сам не знаю, как это все получилось. Я ведь тебя ждал. Да, я все мечтал, ты вернешься. И как мы заживем, хорошо. Год, полгода. Потом еще. Там такая тоска напала. Прям ввешайся. Вот, и Тонка появилась. Она хорошая. Она ничего не требовала от меня. Приняла меня таким, какой и есть. Витя, почему ты мне не сказал? Ты о чем? Про Тонку, про свое. Что ж ты мне ничего не рассказал? А ты почему не рассказала? А я-то что должна была рассказывать? Ну как? Мне мать твоя рассказала, что у тебя в Италии мужик, и ты не соберешься возвращаться. Врешь. Врешь. Я уже не думал, что мы с тобой свидимся. Она мне сказала, я поверю. Я же с Тонкой ничего серьезного-то не планировал, понимаешь? Ну, вот у нас забеременела. Ты Женьке рассказал? О томе, конечно. Она же переехала. Да не о ней. О том, что у меня в Италии якобы мужик есть, рассказал? Да нет, ну-ка. Он тебя так ждал. Витька. Что мы с тобой наделали? Мань, я вам Женькой дом оставлю. А Светка подрастет. Мы с Томой поедем в Норильск. У нее там сестра. Она нас точно примет. Да не надо вам никуда уезжать. Пока здесь все вместе поживем. Ну, а потом придумаем что-нибудь. Мань. Да? Ты правда больна, да? Тонка сказала. Да нет, она просто решила, что ты плохо себя чувствуешь. И круги под глазами. Ей показалось, да? Спокойной ночи. Мам, а это ты же вернешься? Ты ведь выздоровеешь? Угу. Я ведь еще хотела тебе Италию показать. Ну, мы с тобой не только Италию увидим. Мы потом по Франции рванем. Вообще по всему миру покатаемся. Я тебе обещаю. А давай, когда мы в Италию поедем, мы еще Томку со Светкой возьмем. Нам ведь не жалко, правда? Нам ведь не жалко, правда? Это же не жалко. Ну, ладно, все. Давай, ты опоздаешь. Маш, давай я тебе помогу. Поклянись мне, что ты Женьку не бросишь. Да ты что только гормошка? Я сказала, поклянись. Иначе я сейчас не поеду никуда. Ты меня знаешь? Да, знаю. Я обещаю, что буду любить его, как родного. Хорошо? Все. Подожди, ну как ты одна-то поедешь? Надо было Витьку хоть попросить, чтобы он тебя добросил. Справлюсь. Ты позвони, когда приедешь, как там устроишься. А на выходных я к тебе Витьку пришлю и Женьку. Он же Москвы-то не видел, а то он про свою Италию говорит. Все уши уже прожужжал. Ты знаешь что? Я ему там обед приготовила. Он при тебе стоит. И компот в холодильнике. Как страшно. Ничего страшного, ты не бойся. Держись ты, не одна мысль. Ты знаешь, что у меня здесь? Смотри. Ну, смотри. Это что? Ты знаешь, как я хорошо шью? Ты откуда это? Чудовище, из какого музея ты украла? И Витька полставки возьмет. Мы на любые лекарства деньги заработаем. Ты не волнуйся, ты держись. Главное, не нывай. Потому что, если бы шунувать, я тебе прям кулаком в лоб. Ладно. Все хорошо. Мне, брат, пора. Ну, давай, я тебя провожу. Ой. Я сама дойду. Правда. Что это? Что это? Ну что это, Павел Иванович, прям такой, как все о нем говорят? Даже лучше. Никогда не было у него невыночных операций. Удача – это в картах. А Павел Иванович у нас хирург от Бога. Да-да. Павел Иванович, к вам можно? Конечно. Я документы здесь, на столе оставила. Хорошо, Ниночка. Проходите, присаживайтесь. Павел Иванович, я не думаю, что я вас когда-нибудь встречу. Да. А я, признаться, ожидал. Вот каждый день. Думал, откроется дверь и зайдете вы вся в сливовом варенье, с рубашкой в руке. Да нет. Вот как видите, теперь совсем другими заботами живу. У меня есть шанс? Мария, шанс есть у всех. Да я-то чего? Мне сына жалко. Мария, операция сама по себе несложна. Я эти операции делаю каждый день. И слава Богу, все живы, здоровы. Но вот в вашем случае все будет зависеть от анализов после операции. Не переживайте. Справимся. Так, девочки, готовимся к обходу. Павел Иванович приехал. Опять? А это где? Опять в город сбежала. Она мне добегается. Всего доброго. Всего доброго. До свидания, доктор. Ниночка, проследите обязательно, чтобы Ларисе Ивановне ночью не забыли дать новый препарат. Хорошо, Павел Иванович. Вот. Ну, добрый день, Мария. Вы извините, я не знала, что будет обход. Павел Иванович, она постоянно в город бегает. Мария Андреевна, вас что здесь, плохо кормят? Нет. Нет. Ниночка, у нас в меню есть сливовое варенье? Вижу, что нет. Правда, Мария? Мне просто надо было быть в городе. Вам надо было бы быть в палате, Мария Андреевна. Я зайду к вам после обхода, будет серьезный разговор. Вы должны соблюдать больничный режим. Что вам не лежится, как нормальный больной? Где вас постоянно носят? Знаете, Павел Иванович, я не знаю, сколько мне осталось… Опять? Мне вам еще сколько раз повторить? Я врач, я не волшебник. Я не буду вас оперировать, пока у вас такое настроение. Вы должны поверить в успех, иначе… Послушайте, я как раз таки прекрасно понимаю, что все будет хорошо. Но просто жизнь проходит. Мы сидим здесь целыми днями, жалуемся друг другу, рассказываем про свои болячки. И ничего не происходит. А жизнь, она вот была, а теперь ее нет. Понимаете? Не совсем. Я с сына обещала в Италию свозить. Рим ему показать. Понимаешь, что языка я совершенно не знаю. Вместо того, чтобы лежать, ничего не делать, я пошла и купила себе самоучителя итальянского. И теперь хотя бы с пользой делали же, учу язык. Ну, вы, конечно, сумасшедший. Ну, спасибо, Павел Иванович. Нет, я в самом лучшем смысле этого слова. Так, ладно, давайте. Так, я пойду в палату. Я буду соблюдать ваш больничный режим, ладно? Идите. А вы не будете ругаться на меня, если мне вдруг понадобится хотя бы одна книга еще, чтобы… Идите, Мария. Здесь действительно очень близко. Идите в палату и умоляю вас, не прогуляйте операцию. Случайно. Ну, что вы, Павел Иванович? Ну, что-то я… Что же, совсем глупая? Ну, что, уроки сделал? Угу. 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 А чего не ложишься? Ну, так. Угу. Скажи, а правда, что ты с матерью в Италию собираешься? Ну, а тебе не все равно? Нет, мне не все равно. Ну, независимо от нашего отношения с твоей матерью, ты имеешь сын, понял? А Светка? Что, дурак, да? Все-таки девочка. А не может быть не моим сыном. А ты с нами в Италию поедешь? Если возьмешь. Хорошо, возьмем. Мы еще и Тому со Светкой возьмем. Мама разрешила. Да? Ну, хорошо. Давай, ложись. Давай, давай. Здорово. Ну, как вы тут? Все будет хорошо. Мне помнится, что вы везучая. О! Все мое везение на сливом варенье закончилось. Нет, Маш, вам так легко не отделаться. Вы мне должны еще привезти из Италии итальянскую рубашку. Красиво. А сыну должны Рим показать. Помните? Рим, Италия. Знаете, как вы меня в детстве прозвали? Как? Павел Иванович, время пошло. Как вы получите роков? emotionally? Италия. А? Все. 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 Павел Иванович. Санкт-петербург ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Как ваше самочувствие сегодня? Да вроде нормально. Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну давайте быстрее уже! Ага, сейчас. Ваш? Мой. Какой большой. А ведь вы действительно везучая, Мария. Да, с Женькой мне повезло. Он такой умница. Ну в этом я не сомневаюсь, но сейчас я другу. Маша, у меня прекрасные новости. Результаты ваших анализов после операции более чем хорошие. Вы практически здоровы. Так что можете хоть завтра ехать в свою Италию. А можно я маме скажу, что мы еще вместе в Италию едем? Мама! Мама! А возьмите меня с собой в Италию. За компанию. Мама! 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 Мама!